Всем привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. И у нас с вами рубрика по комментариям, утренняя рубрика по комментам. Все мы знаем с вами, что Уралка поехала с её слов в дом отдыха. Но это обычная база, как мы с вами уже поняли, да? И причём, ребят, удивительно, но Уралка получается, что не соврала. Она действительно сейчас там находится. И, вы знаете, я почему-то думала, что всё же она находится сейчас дома. А всё это они отсняли в декабре, в конце декабря. Я действительно так думала, потому что, вы знаете, Уралке верить – это себя не уважать. Ну, посмотрев обзор Галинки Малинки, и где она рассказывала о своём мнении, и почему она сделала вывод, то, что Уралочка находится сейчас именно на базе отдыха. И это как раз-таки касается фильма, который шёл по телевизору. И Галинка Малинка объяснила, что этот фильм она тоже видела. И по программам передач действительно этот фильм шёл как раз-таки 2-го числа. И получается, что Уралка с Сарафаном действительно находятся сейчас именно на этой базе, скажем так. И что очень удивительно, что эти барихуны не соврали. Как Галя сказала, что она очень рада, что наконец-таки сказали правду. И я поддерживаю её полностью в этом. Значит, что хочу сказать, ребят? Ну, поехала и поехала. Но, опять же, это выглядит показуха, самая обычная показуха. Вот что ей там делать, скажите? Ну, Сарафан спокойно Уралку может оставить там, наклепать видосов и умотать в ревду. Это рядом. И поэтому Дуню там никто не присматривает, я более чем уверена. Потому что Сарафан будет мотаться каждый день домой на ночёвку. Нужна ему больно там Уралочка. Нам же не будут отчитываться и показывать, что они там спать легли вместе и утром вставали тоже вместе из одной кровати. Такие вещи явно они снимать не будут. Поэтому, вот знаете, вот эта вот показуха, конечно же, особо и не впечатляет. При том, ребят, что... Вот скажите, что Уралке там делать? Ну, там можно на лыжах погонять, в спортзал сходить, да. Но Уралка может доплестись куда? Только до Барчика. Её там может заинтересовать действительно, ребят, бар. Вообще, поехала и поехала. Ну и ладно. Вы знаете, в одном нормально, что сменила хоть видосы, обстановку, и мы хоть временно не будем видеть вот этого Бодяжева и Хрючева. Хотя, как они пожирают, походу, мы будем видеть часто. Ну, сколько они там будут? Я не знаю, сколько они там будут. Я не думаю почему-то, что они будут там целую неделю. Хотя, кто знает, кто знает. Может, и целую неделю. Но, опять же, думаю, что они будут снимать всё равно, как они там в столовку ходят, в ресторан, как Уралка по указателям, значит, показывала. Ну, прогулок пару снимут. Снимут, как они гоняют там в пятёрочку за очередной какой-нибудь затаркой. Возможно, там не доедать в столовке будут. Ну и барчик. А вот спортзал Уралочка, естественно, не будет посещать. Ноженьки болят. Они только до бара могут довезти. Прочитала я, ребят, комментарии на канале у Уралочки. Уработались, жрать устали. Ну, поехали же отдохнуть, получается. Никогда в жизни отдыха, кроме моря, не видели. Что один, что второй. И действительно, ребят, так смешно, что они уработались. Ни один не работает, ни второй не работает. Причём у них один видеоролик в день только выходит. И они уработались. Представляете, ребят? Интересно, чем работали? Челюстями? Ну, наверное, и челюсти в работе были. Вставные, не вставные. На полтора зуба, на два зуба, неважно. С больными дёснами, которые нажёваны. Фиг поймёшь чем. И желудки переработали у них. Ну, и пятые точки перетрудились. Ну, столько переработать жратвы, сколько Уралка постоянно готовит. Хотя, говорит, ой, мы готовим не на один день. Но каждый день продолжала готовить. Та, которая готовит не на один день, а на неделю. И каждый день у неё всё время не на один день. Дальше, ребят, читаю комментарии, видимо, от хомячки Уральской. Ну, не видимо, а понятно, что от хомячки. Некая Елена Афилькина. Я зашла к ней, слушайте, на канал. Стоит такая дамочка прям. То ли это водоём, то ли море, не понять. Зато пишет. Ну, и да, Уралочка тоже будет выпивать и запивать. Вот такие грамотные хомячихи у Уралки, которые поддерживают её. Давай, Уралка, заворотник, хлоп и веселиться. И запивать. Тут же желательно сразу запивать. Дальше, ребят, не понимаю, люди уехали отдыхать. Отчего? Оба не работают, приготовить еду каждой женщине по силам. Можно подумать, вкалывают на заводе в три смены. На самом деле, я согласна, ребят, с этим комментарием просто на все сто. Я понимаю, если бы Уралочка поехала в санаторий, чтобы здоровье своё поправить и отдохнуть от сарафана, просто от всего. Одна. И действительно, это бы пошло бы ей на пользу. А здесь, интересно, от чего поехала отдыхать? От чего? Она то же самое всё делала дома. И ей в удовольствие было готовить. Потому что она в предвкушении находилась. Она прям как в эйфории была, ребят. Она вот готовила, и столько счастья в её глазах было. Ну, а сейчас, получается, у Уралочки в глазах счастье, что будет барчик, а у сарафана никакого счастья в глазах нет. Одна тоска, печаль, целую неделю надо сидеть с Уралкой. Хотя сидеть он не будет. Но я, ребят, думаю, что ему просто стыдно рядом с ней везде там ходить. А там же всё-таки люди отдыхают, туда же семьями приезжают. И вот прикиньте, ему неудобно. Он чувствует себя не в своей тарелке. Своя тарелка – это когда он у Исраила Зиговальщика в гостях или когда Исраил Зиговальщик у них в гостях. Ну, или на базе, где он постоянно затаривается овощами и фруктами. А здесь, естественно, он чувствует себя совершенно не так, как среди своих. Дальше, ребят, всё то же самое им пишут. Можно подумать, что на заводе отработали и приехали на отдых, чтобы я так жила. Да, и 198 лайков. Дальше, ребят. А почему муж сам не скажет, что для вас это сделал? Сделал, ну, якобы путёвку, получается, купил. Ну, не путёвку, это не то, чтобы путёвка, а оплатил пребывание. И, ребят, меня такой смех взял. Он-то Уралку и женой никогда не называет. Один раз только в поле. И то шёпотом. А тут Сарафан ещё должен и говорить. Для него и так катастрофа века. Настроений нет. С Уралкой надо тусоваться туда-сюда, туда-сюда. Целую неделю для него как каторга. Поэтому он и помалкивает. Ну и дальше, ребят. Сафар что с лицом? Бедный. Даже притвориться, как на кухне, не может. Мне страшно. Да, ребят, он даже когда сидели они в этой столовке и ресторане, и Уралка снимала, как он ест, там где-то людей снимала, у него такой взгляд на неё был. Мне аж страшно стало, как будто, вы знаете, она что-то не то сказала, и ему аж поплохело. Может быть, и сказала, и может быть, там что-то им удалось вычекать, хотя не похоже. И дальше, ребят, читаю. Сафару-то как неудобно в ресторане с такой мамкой. 157 лайков. Конечно, неудобно. Поэтому у него и настроений нет. Поэтому у него прям какая-то депрессуха, ребят. Ну вот представьте, явно же заметно, что мужик намного младше, и он идёт как с мамкой. И представьте, каково ему. Он понимает, что на него все смотрят, и на Уралку тоже, но она-то любит прихвастнуть, что это её муж, он же моложе, муж якобы. Заведуйте все, заведуйте. Ну а Сарафану, понятное дело, что стыдно. Да ещё, похоже, не наживал ничего, поэтому настроение совсем на нуле. И даже жратоньки не радует. Ну и дальше уралки написали. В такой дом отдыха едут семьи активные. Там гулять побольше и спорт. Оля гулять будет мало, сложно ей. Ей надо с её ногами в санаторий. Там и отдых, и леченье. А здесь делать нечего. Согласна, ну, это не дом отдыха, никакой это не дом отдыха. Но я и говорю, что уралки, ну, вот абсолютно там делать нечего. Ну, что там делать, скажите, целую неделю? Ну, действительно, сидеть в барчике со стаканчиком. Ну и дальше уралочки пишут. Отчего вы отдыхаете? Устали снимать? Спортзал как раз для вас. Ну, уралочка же сказала, что спортзал не для её ножек. Для её только вот как раз такие прогулки такие новогодние, да, по площади, по магазинам, по супермаркетам. Да, там она шустрёхонько передвигается. А вот спортзал не-не. Ну, ещё барчик пойдёт, но только не спортзал. Ну и дальше. У Сафара чё-то настроения нет. Видимо, стесняется своей молодой жены. Ну, конечно, ребят, как же тут не будешь стесняться. Такой молодухи, такой красавицы. Особенно, когда он сам её показывает на весь белый свет. Там, где три уралочки. И в зеркале это отраженье. Ребят, я действительно аж вздрогнула. Я почему-то думала, что она меньше. Я не думала, что она к низу такая широченная. И вот она в зеркале именно такая, какая она и есть. Кстати, под этим комментарием про молодую жену Уралочку. 302 лайка. Дальше. Маришка пишет. По торговым центрам ходить ноги не болят, а на второй этаж подняться не может. Вот и я говорю, ребят, торговые центры, магазины со жрачкой, площадь на Новый год. А на море вспомните, сколько она ходила. И чё-то как-то ноженьки не болели. А здесь, когда дело коснулось спорта, да какой спорт? Здесь хотя бы двигалась больше. И на улице больше гуляла. Но вряд ли сарафан будет её выгуливать подолгу. Ну, если только надо будет запилить видос. Ну и дальше, ребят, комментарий, от которого я просто едва сдержалась, чтобы в голос не засмеяться. Новогодний медовый месяц в сосновом бару. Супер молодцы! Отдыхайте и развлекайтесь. Оленька, вы заслужили этот отдых. Ну всё, сарафан, готовься к медовой неделе. Неужели Уралочка не заслужила медовую неделю? Столько кормить, слушайте. Мало одного, так ещё двоих, так мало двоих ещё и кишлак подкармливать. Неужели уж Уралка не заслужила медовых семь дней? На самом деле, я думаю, что для сарафана вообще катастрофа рядом с Уралкой просто находиться все эти семь дней. Но ещё я думаю, что не будет он с ней находиться. Это близко от дома, и тем более, что я думаю, что Абдугани и не в Екатеринбурге, нам вообще неизвестно, где он. И, возможно, он и там, где проживает с сафаром, с женой, не с женой. И сидеть он с Уралочкой круглые сутки явно не будет. Это не на море, где приходилось сидеть, но там он отвлекался хоть чем-то. А здесь, ребят, я не знаю, чем они вдвоём будут заниматься. Поэтому я более чем уверена, что сарафан будет кататься туда-сюда. А причину он найдёт. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok